Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц, Кот-Инвертор и регулярный новостной выпуск от Новомерсерадио. За его поддержку благодарю Виктора Тимофеева с Бусти. К новостям! Начнем выпуск с блока нетипичных новостей для расширения аудитории, которые мы заслужили. Концерт Неверлав отменили, коррозию металла закрыли, а могилу горшка осквернили. Интересно? Давайте вместе разбираться. 27 апреля сотрудники силовых ведомств сорвали концерт коррозии металла в Нижнем Новгороде. Причиной рейда стала пропаганда нацистской символики, в которой обвиняют группу. Полиция задержала несколько музыкантов, включая Паука, и по информации от директора коррозии 40 зрителей, то есть видимо всех, кто был в зале. В результате участников группы оштрафовали на 1000 рублей, и тут я ухмыльнулся. Но чуть позже лидер коррозии металла Сергей Паук-Троицкий заявил о приостановке деятельности группы. Вообще странно, группе в этом году 40 лет, и все эти годы они были верны себе в этой самой пропаганде нацистской символики, но заметили это почему-то только в 2024. А сам Паук, если помните, несколько лет назад даже официально баллотировался на должность подмосковных химок. Кандидат на пост главы города и солист группы коррозия металла Сергей Троицкий, Пушка красноречиво говорит о том, как будет решен вопрос с нелегальными мигрантами. Музыкант, а теперь еще и политик, придерживается правонационалистических взглядов. К группе можно по-разному относиться, и к ним определенно есть вопросики, но так или иначе ушла эпоха. Когда я родился, коррозия металла уже существовала, то есть я прожил при них всю свою жизнь. А что там у Never Love? Если коротко, самый большой московский концерт группы в последний момент был отменен, а в сообществе появился вот такой пост. Москва, плохие новости. По причинам, не зависящим от площадки и группы, завтрашний концерт провести невозможно. Мы, команда и лейбл сделали все, что в наших силах. Мы живы, здоровы и были супер готовы к концерту, но сейчас мы обескуражены больше, чем любой из вас. Мы подготовили грандиозное шоу на небывалые сборы, но, увы. Я вам искренне говорю, нет ничего абсолютно, в чем бы была виновата группа или кто-то из команды. Не сдавайте билеты и в ближайшие дни мы сделаем все, чтобы решить вопрос и заявить новую удобную дату. А чуть позже и вот такое, поясняющее, почему концерт все-таки не состоялся. Как многие могли догадаться, концерт отменился не сам собой. Концерт отменили уполномоченные органы из-за недоразумения и дискоммуникации, возникшие вокруг песни инструкторы зната. Весь тур мы не играли этот трек, хотя на него нет официального запрета, вопреки тому, что люди его просили и ждали, сами понимая, что юмор выкупают только те, кто знает общий контекст группы, знает, что мы самые конструктивные и патриотичные русские металлисты, которых можно вообразить. Все мы тут также знаем, что трек наоборот иронизирует, как раз над ЛГБТ-повесткой и западными ценностями, и если он что-то дискредитирует, то только как раз эти организации. Но нельзя в нынешнее время орать слова этой песни, даже если ты делаешь это с целью постебать это самое НАТО. Мы с этой объективной реальностью согласны и в спор вступать не будем, хоть и хотелось бы, чтобы массовый слушатель и смотрел дальше триггерных точек, и слушал хотя бы еще куплеты песен, дабы понять, какую истинную повестку ты несешь. А наша повестка открыта, проста и понятна. Угар, хелеметал, качалочка, крутые концерты в России и для России, и, конечно же, за Россию. И с недавних пор мотоциклы. Инструктор в ближайшие дни пропадет с площадок, его удаление уже в работе, а с ютуб-канала я его уже снес. Перенос московского концерта согласован, в ближайшие дни объявим новые даты, а остальные концерты как заявленные, так и перенесенные в абсолютной силе. Если подытожить, группа признает неуместность этого трека в данный период, ничего не оспаривает, готовы идти на компромиссы и вообще позиционирует себя как самая патриотическая группа. Ну, я вообще не сильно переживаю по поводу конкретно пропажи этого трека, мы его не играли весь тур, я себя от этого хуже не чувствовал. И вообще в целом, ну, как бы, стилистически именно музыкально мне он особо сильно ничем не дорог. Ну, честно вам скажу, как бы, и всегда, в общем-то, это и говорил. Типа, он, конечно, качал на концерте, все дела, но стилистически сейчас мы уже немножко другой играем, и типа, ну, в этом году уже вышло несколько хитов, которые обогнали того же инструктора. Я еще не понимаю, почему уж какой-то такой ажиотаж из одного трека. Вот реально, вот реально, типа, почему сейчас кто-то пишет, что мы что-то на нем взлетели, и как мы смеем его, что-то... Господи Иисус, у нас этих трек, на которых мы взлетали в разные периоды, ну, просто миллион. Короче, все, круто, heavy metal. Русские вперед, кто не с нами, тот под нами. Че еще сказать? Да ничего, в общем-то, и в целом, все, что хотел, сказал. А вы тут развлекайтесь. Вообще, как будто этот конкретный трек своим содержанием не так сильно отличается от остального творчества Neverlove, но присмотрелись именно к нему. Мне это самое их творчество никогда не было близко, но при этом я считаю перегибами подобные запреты и цензурирование в лучших традициях Советского Союза. К слову, уже 10 мая Neverlove выпустит новый трек вместе с клипом. Интересно, заметим ли мы смену курса в новых текстах группы от альтушек, эскортов, тянок и ЛГБТ-инструкторов в сторону скрепности и патриотизма. Ну а что там с могилой горшка? Давайте разберемся сразу после небольшой рекламной интеграции. Если вы хотите быть в курсе всех зарубежных музыкальных новинок, я знаю отличный способ. Просто подключите подписку Spotify через телеграм-бота SpottyTime. Многие уже воспользовались этим удобным сервисом и остались довольны. С помощью него можно быстро и удобно оформить подписку на Spotify прямо с телефона. И ты всегда будешь в курсе всех музыкальных новинок. Не забудьте также, что подписку на Spotify можно также приобрести и в качестве подарка. Для друзей и близких по очень доступным ценам. Это идеальный способ порадовать меломана. И для вас, мои уважаемые подписчики, мы смогли получить эксклюзивный промокод на 10% NO MERCY. Не упустите возможность, ссылка на сервис в описании. Так вот, вандалы осквернили могилу Михаила Горшенева на Богословском кладбище в Питере. Нарисовали свастики, разгромили цветы. Теперь фанаты вынуждены патрулировать место захоронения и даже забирать портреты домой на ночь. Примечательно, что и в 2024 году группа не покидает инфополе, а значит не теряет актуальность. Кто оскверняет, зачем, почему и что движет такими людьми, непонятно. Осуждаю. Что это такое? Пластик нарисовал. А это кто нарисовал? Понятно не имею, пришли, нашли. Вот так могила артиста выглядела сразу после разгрома. Разбросанные цветы, разбитые лампадки. Ну здесь как побольше было какое-то вообще. Соскучились по System of a Down? Похоже, скоро мы услышим их новый трек. Ну точнее, очень старый и новый, который был записан свежим танкианом. Еще в первые дни существования System of a Down. Но, который группа так и не выпустила. Лучше поздно, чем никогда. Сингл будет называться AF Day. Он выйдет 17 мая. И войдет в новую сольную эпишку Серджио Foundations. Примечательно, что большинство инструментов и вокалов записей того времени. То есть, когда System of a Down только собрались. Мрачная по настроению композиция отражает тоску. И антиавторитарное отношение к конформизму танкиана. Релиз EP намечен на осень. А еще 14 мая выйдут мемуары Сержа. Под названием Down with the System. Ярославский и Мари Бёрд Бонн выпустили альбом под названием Leitmotiv. Эта пластинка была прослушана мной на одном дыхании. В машине по дороге на репу. Она состоит из 10 треков. Мне больше всего понравился последний трек Эпилог. Считаю группу отличной и супер душевной. А релиз обязательным к прослушиванию. Презентовать будут 17 мая в Москве и 18 в Питере. Мы будем кричать в открытые окна домов. Что солнце взойдет и станет легче. Сиэтлский медвест, эмо ветераны, Sunny Day Real Estate. К 30-летию своего дебютника Diary лайфом перезаписали весь альбом. А на трек Грэндалл еще и сделали анимационный клип. Пластинка вышла сегодня, 3 мая. В лайфе из лондонской Bridge Studio. Переосмысление легендарного альбома через 30 лет это прекрасно. Но было бы интересно услышать и новый материал от старичков. В ностальгической рубрике с отгадыванием сегодня фрагмент трека с пластинки 22-летней давности с незамысловатым диайвайным оформлением. Кто помнит группу и узнал трек, увидимся в комментариях. Сегодняшний новостной выпуск получился немного экспериментальным. Напишите, как он вам и о каких новостях стоило бы рассказать в следующем. Поддержать его выход копеечкой вы можете любым удобным для вас способом по ссылке в описании, либо воспользоваться QR-кодом на экране. Всех поздравляю с наступлением мая. Желаю хорошо провести время. Я вот на днях был на М-ошлыках. Я иду репетировать, чтобы 4 мая увидеться с вами на этом канале в 20.07 по Москве. Группа в себе будет играть онлайн-акустику и общаться с чатом. Надеюсь на вашу поддержку. Пока. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...